Всем привет! И сегодня у нас Аватар. И я хочу сказать, как из многих-многих видео на Ютубе, для тебя прошло, возможно, несколько секунд, если ты смотришь подряд третью-четвёртую серию. Может быть, четыре дня, если ты посмотрел третью, да, и подождал четвёртую. А я скажу так, а у меня прошло 3-4 недели! Поэтому я, возможно, уже даже и не помню, чем закончилась прошлая серия. Вот они делают как-то... Опа! У меня прошло 3-4 недели. В общем, вот. Хочу сказать спасибо всем! Вам вообще Аватар так зашёл, понравился, очень много просмотров набирает, лайков много набирает, комментарий много набирает. Все там пишут, говорят, продолжайте смотреть. Говорят, смотрите все сезоны, все серии, все подводки, все спешалы. Смотрите Аватар, который выйдет в 2023, 2025, 2026 году. И вообще всю жизнь смотрите только Аватар. Да, смотрите Аватар, легенда Аккори, продолжение. Вот это всё в этом духе. Спасибо, очень приятно, спасибо за поддержку. Поругали за спойлеры, конечно, нас. Но ладно, будем без них. Будем, возможно, без них. Да блин, просто я не воспринимаю это как спойлеры. Паня, он вот мне сказал в прошлой серии что, что там вот эти вот человеки, которые стояли, их было много в зале, что это все Аватары. И через минуту то же самое говорят. Да, то есть это как бы такой себе спойлер. Просто это... Мне просто стало интересно её мнение. Да, как факт. При том, что когда мы читали комментарии, мы уже давно это всё смотрели. Соответственно, мы вообще сюжет или уже... О сюжете об этом забыли. С этими авторскими правами, короче. И я уже забыла, что он мне там что-то рассказывал заранее. И поэтому, если он мне что-то проспойлерил следующие, по сюжету серии и так далее, я это уже не помню, если честно. Возможно, спойлер, он является спойлером, когда ты прям знаешь всю эту вселенную Аватара. И ты можешь акцентировать на чём-то моменте то, что было, то, что будет, соответственно. А когда ты смотришь первый раз, тут и так много информации, то, что я там, да, или кто-то скажет, это не так сильно бросается в глаза, как вообще, в принципе, то, что происходит на экране. Поэтому это мимуши. Спойлер, скорее всего, это будет как раз-таки для того, кто знает, что это будет, не будет и тому подобное. Я воспринимаю это просто как интересы своей стороны в плане, что, да, мне интересно узнать, что будет дальше. Возможно, это моё СДВГ. А так много как бы по этому поводу сказано, написано, поэтому надо это уточнить, что в этом нет ничего страшного. Те, кто смотрят впервые, они, скорее всего, на 99% даже не заметят эти мини-спойлеры, если их можно назвать спойлерами. А те, кто смотрел, ну, те уже смотрели, и, соответственно, для них это... они уже всё знают, вселенные это погружены, и для них это спойлера не будет. Вот я сам смотрел «Аватар», наверное, лет последний раз, лет 10-15 назад, когда он там только плюс-минус выходил. Поэтому для меня тоже многое то, что я здесь смотрю, это вспоминается только так отголосками. Основной, конечно, сюжет. Я помню костяк. Сейчас надо на этот костяк нарастить мышцы, там, ткани. Всё? Да. Отлично. Что, вода? Надо говорить лайки, ставь комментарии, ставь, подписывайся, залетай в Телеграм на Бусти. Когда-то давно 4 народа жили в мире. Всё сказал? Телеграм сказал? Да. Всё изменилось, когда народ огня развязал войну. У нас там должно выйти видеознакомство, поэтому если ты ещё не зашёл... Думаю, уже которое видео, блин. Второе. Если ты ещё не зашёл, ещё не смотрел, не знаешь про нас ничего, то заходи туда, смотри. Узнаешь много новых. Короче, интересный момент. Я не знаю, будет это для кого-то спойлером или нет, но об этом 4 раза вроде бы написали в комментариях. Там, ну, 3-4 раза написали разные люди. 3-4 раза написали, что мы спойлерим. Это... Даже, чтобы вы понимали, не только нам написали, но ещё некоторым комментаторам, которые рассказывали там про сюжет, про какие-то тонкости, да, которые обычно у нас пишут там и под чародейками. Да. Ну, на самом деле, многое, да, то, что можно не заметить там какой-то был. Вот, например, ты знала, вот ты не знала, что... Сейчас, смотри, аккуратно, спойлер. Это не спойлер. Это было в прошлой серии. Короче, обезьянка, которая вот эта была, помнишь, там обезьянка, которая украла фрукты. Да, это то, что персик, да? Да, да, то, что её мама назвали, да, а она как персик приводит. Нифига себе, век живи, век учись, я бы никогда не догадался, наверное. Да, прикольно. А ещё вот интересно, это спойлер, скорее всего, если ты вот не хочешь смотреть спойлеры, слушай, быстренько выключи звук, выключи звук, я вот так вот лайк, вот так покажу пальцем, и тогда включишь. Понял, что давай, раз, два, три. Короче, оказывается, стрелы вот эти на голове аватара и вообще на магах воздуха даю, ну, только тем, кто стал мастером. Я читала это, да, я читала. Вот, только мастером, поэтому не все подряд имеют эти стерелы. Это то, что вот он, типа, круглорок, шар, да, придумал, на котором сейчас передался. А, и ты вернулся, ну, в общем, мы тут пошушукались без тебя. Продолжи. Книга первая, вода. Глава четвёртая, воины Киоши. О, воины Киоши, это вообще, конечно, крутяк. Ну, это не спойлер, это просто крутяк. Мы теперь по каждому поводу. Это просто крутяк, в чём-то проблема. Ты мог потревожить меня только, если появились новости об аватаре. Да, новости есть, принцу Куну, но они тебя вряд ли обрадуют. Не очень расстраивайся. Дядя, ты смочил меня, трезвая голова, признак великого вождя. Говори, что хочешь сказать, я сохраню хладнокровие. Хорошо. Мы не знаем, где он. Что? Тебе надо открыть окно. Это он, да, умеет. Если ты не знала, как выглядит хладнокровие, то оно выглядит так. И причём, ну, типа, он, как маг огня, сидит и просто такой смотрит на огни. А вот Катаре, когда тренируется магией воды, она же её вот так вот, вот так делает. Почему вот он тоже, когда не практикует? Может, он медитирует? Ну, ему плохо это получается, мы это поняли. И он должен так, нём он так вот сделать, мне кажется, будет прикольно. Ну, у него такой характер, ему тяжело. Он нервничает. Давай карту! Аватары несколько раз видели, принц, сука. Но выследить его невозможно. Как мне его найти, дядя? Он явно мастер обманных манёвров. Вот это мастер обманных манёвров. Тем временем Анг, который просто... Так, тут арбузы вкусные, нам надо сюда. Так, вот здесь у меня животные, ага. Так, сюда здесь зоопарк, я помню, был. Он вообще плевает. Ты что, не знаешь, куда летишь, дружок? Я знаю, что это около воды. Значит, мы недалеко от цели. Кай. Мама, давай камушки. Эй, Катара, фокус мага воздуха. Ну-ка. Здорово, Ан. Ты даже не посмотрела. Здорово. Ну, я ничего... Это когда я посты в Телеграм выкладываю. Вот всякие видосики там делаю, все дела. Вот я Тимуру показываю, он тоже такой, да, здорово, ха-ха. Так, это не в мой огород камень. Так, у нас сегодня вышло интересное видео в Телеграме. Смешное очень, если ты случайно его не видел, зайди, посмотри и поставь реакцию или комментарий. А если ты подписан уже в Телеграме и видел это видео, и реакцию никакого не поставь, то тоже поставь, очень смешно, ха-ха. Так, у нас-то сегодня, это какое число сегодня? 28-ое. Вот, 28-ое марта у нас сегодня. А ты, может быть, вообще еще через месяц посмотришь все, если там... С учетом этих авторских прав, да. Да нет, ближайшие, наверное, через стрит увидишь серию. Не приставай к ней, девчонкам нельзя приставать, когда они шьют. Какая связь между тем, что я девчонка и шитьем? Простая, девчонки лучше зашивают штаны, а парни лучше охотятся и дерутся. Так уж устроен мир. Твои штаны готовы? Ха-ха, смотри, как хорошо получилось. Ой, подожди, я пошутил, это нельзя носить, Катара, прости. Спокойно, Сока. Там, куда мы летим, штаны не нужны. На пляж? Куда это? На Бали, на Гавайи. Вчера мы уже делали остановку. Может быть, увеличим продолжительность полетов? Он прав. Так до Северного полюса мы доберемся только к весне. Но Апа устал. Правда, малыш? Я сказал, что ты устал. Он напоминает, типа, вот эти есть собаки, у которых вот так волосы, типа... Да, да, да. Закрывают, он такой... Которым еще стричь их надо, чтобы они не скрепили, да? Да. Я не знаю, наверное. Не знаю, я... Ну, у них же зрение, наверное, портится от того, что они... Нет, они на ощупь ходят. Типа, куда врежешься, туда нельзя. Идешь просто по прямой. Да. Или на звук можно ориентироваться. Это совершенно... Ну, это как, знаешь, когда один орган отключен, и ты... У тебя другие обостряются, и они такие слушают. Если у кого-то есть такая собака, напишите, как она ходит вообще. Ну, типа, я думаю, что их нужно стричь. Не, ну, наверное, им стригут, но есть же собаки, которые уличные, и им явно никто не стрижет. Ты думаешь, как они... Так они породистые в основном уже, нет? Ну, а породистых у нас на улице не... Ну, не знаю. Да, очень убедительно. Хотя с 10-тонным чудовищем, не поспоришь. Справедливо. Смотрите! Опа, завтрак! Вот почему мы здесь, гигантские кои! Я на нем покатаюсь! Катара, ты должна это видеть! Это развлечение у них. Никаких телефонов. Мне кажется, там холодно. Да, да, я тоже об этом подумал. Там, типа, снег. Он вообще всему радует. На земле. Круто. Короче, если у тебя в руку нападает депрессия, и ты немножко грустный, тебя что-то все не устраивает, и ты вот не можешь порадоваться мелочем, ты просто включаешь аватара, точнее, включаешь нашу реакцию, смотришь вместе с нами, и, соответственно, видишь, как радуется Анг, и тоже радуешься вместе с ним. Это, как это? Сёрфинг, сёрфинг. Нет, не сёрфинг. Вот есть такие, что... как они называются? Вот есть сёрфинг, когда просто на ногах, а есть вот с этими ещё вот... Я поняла. Ну, типа, доска с парусом. С парусом, да. В другом называется. Ну, и я соневаюсь, что он её использует и управляет рыбой. Он, наверное, просто держится, чтобы за что-то держаться. Блин, отвесно. А прикинь, если сейчас всё-таки они одну из этих крыш на завтрак сделают. Ты шутишь. Всё делает рыба. Не ешь бы пожирать. Я перед записью не ел. Она не хочет смотреть. А ещё... А ещё эти рыбки напоминают из покемонов. Там тоже были такие оранжевые рыбки. Ты вообще помнишь? Да, помню. В воде что-то есть. Только они покороче были. Что такое? Анг в беде. Анг! Давай на берег! Возвращайся, Анг! Капец! Он как Соник Икс. Ух ты. Успел. Что это было? Соник Икс же тоже из-за своей скорости, когда он бежит по воде, почему он перемещается и не тонет? Потому что его соприкосновение с водой, типа, минимальное, и он не успевает заходить в воду, поэтому, типа, бежит в молеколах воды. И он сейчас тоже так пробежал. Давайте не будем это выяснять. Пора в путь. Опа! Так, ай, воду нашли. Но можно и задержаться. Вам придется кое-что нам объяснить. Если не ответите на все наши вопросы, мы бросим вас обратно в воду кунаге. Покажите себя, трусы! Кунаги? Это соус? Кто вы? Где мужчины, которые на нас напали? Не было мужчин. Мы на вас напали. Отвечайте, кто вы и что вам здесь надо. Не может быть, чтобы нас связали какие-то девчонки. Какие-то девчонки, да? Унаги сегодня хорошо пообедает. Нет, не надо. Он не хотел. Мой брат иногда говорит глупости. Это я виноват. Простите за вторжение. Я хотел покататься на кое. Как нам убедиться, что вы не шпионы людей огня? Киоши соблюдают нитры. Тем временем, Анку, которого все тело в стрелах, такой, да, да, мне специально сделали стрелы, чтобы вести вас в заблуждение. Летят. Мы не хотим вступать в эту войну. Этот остров носит имя Киоши? Я знаю Киоши. Ха! Как ты можешь ее знать? Аватар Киоши родилась здесь 400 лет назад. Она уже несколько веков как умерла. Я знаю ее, потому что я аватар. Это невозможно. Последний аватар был магом воздуха. Он еще 100 лет назад. Это я. Скормить, самозванца, у нас... Что не так сегодня с этими наушниками? Они ко всем погребцам приучились? Или что, все, 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 как он? Мам, 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 мам. Мам, 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 мам. Уже несколько веков как умер... Я знаю ее, потому что я аватар. Это невозможно. Последний аватар был магом воздуха. Он еще 100 лет назад. Это я. Скормить, самозванца, у наги. Правильно, зачем разбираться, да, узнавать тонкости, лучше сразу. Наконец-то кто-то додумался хотя бы показывать. Ты действительно аватар. Да, а теперь смотрите. Пока ты не возьмёшь. Фокус. Фокус с камешками выглядит примерно вот так. А? Неожиданно. Ты слышал новость? Аватар на Киоши! Ой, вот... Так это сплетня получается, сейчас я не узнаю. Ну, конечно. Аватар на острове Киоши? Вот так рыба и дошла. Готовь носорогов. На этот раз он от меня не уйдёт. Носорогов. Может быть сначала доешь? Я хотел сделать это позже. Вот рыбку захотелось прям вот, знаешь, такую в духовке. Что там суп есть? Но это не рыба в духовке. Ты видела, как он ест? Ну, лёжа. Да, да, смотри, что у вас это так забавно, смотри. Типа за... Ну, и когда вы печенье. Еда сама заваливается. Класс. Ура! До завтра к слову! Суши! Ах, да. Где люди знают, как встречать Аватара? Ммм, Катара, попробуй это. Ну, разве что маленький кусочек. Сока, что с тобой? Ешь! Я не голоден. Но ты всегда голоден. Он расстроен, потому что какие-то девчонки намылили ему шею. Они на меня набросились. Верно. А потом намыли шею. Нападение из засады не в счёт. Так, нет любви. Вон ещё один нахомячат снизу. Это просто серия на этих, кто хомячат смешней. Связали меня верёвками. Ну, я им покажу. Я не боюсь, девчонок. Блин, он так похож на этот мультик. Очень страшные монстры, что ли. Там заяц был, фиолетовый, с такими ушами, как у него. Очень страшный монстр. Монстры. Или супер страшные монстры. Очень страшные монстры. Ну, там трое. Один глаза держал. А-а-а. Такая палка такая была. Мультсериал. Да, мультсериал. Я-то полнометражка спал. И что, на кого он похож? На заяц фиолетового. Я помню, с глазами была. Девушка была вот эта полосатая, худая. Фиолетовый заяц. И фиолетовый был третий. Да. А, ну, может. Ну, он был такой, побольше. Это же этот худой. И суша. У него уши типа похожа. Ну, вот так вот посмотреть похож. Что они о себе возомнили? Может, картику здесь куда-то закинем. Почему он так сердится? Здесь хорошо. Нас принимают по-царски. Эй, не расслабляйся. Мы ведь не можем здесь оставаться надолго. Все будет хорошо. Ты же видишь, какими счастливыми я их сделал. Они даже чистят статуи в мою честь. Что ж, я рада, что тебе нравится быть аватаром. Надеюсь, это не вскружит тебе голову. Брось, ты же меня знаешь. Я всего лишь простой монах. Ну-ка, кто-нибудь в обморок, быстренько. Фан-фан-клуб получается. А знаешь, как тур со звездами был бы. Типа, там, 28 марта в городе Уфа. Аватар приезжает, там, билет. Он будет показывать фокусы с камнями. Турне по странам. Кстати, интересный вопрос вам, ребята. Вам, ребята. Я потому что не знаю. Вот остров Киоши, он относится больше к какому племени? К племени воды или к племени земли? Я потому что всегда думал, что к племени земли почему-то. А здесь они все ходят в синем. То есть, а синий это все-таки знак племени воды. И вот здесь у меня в голове начинает происходить несостыковочка. Потому что вроде бы они должны быть, по идее, племенем земли. Из-за как раз-таки, да, предыдущего, грубо говоря, Аватара. Так, сейчас скажи, что это спойлер был. Ну, не знаю. Это очевидно было из прошлой серии. Вот. А они все равно в синем. В общем, вот этот момент я немножко у меня в голове не укладываю. Может, конечно, это когда-то объяснят. Почему они все в синем. Хотя вот эти войны, которые из... Думаю, у него такая толстая кисть, а он так тонко рисует. Не, ну слушай. Кисть-то на кончике, она такая тоненькая. Ну, это очень надо стараться. Надо вот прям тынк-тынк аккуратненько и все. Вот. А вот эти войны, которые их захватили, избили, они, кстати, в зеленом были. Помнишь? Угу. Вот. И как-то странно. Цветовая гамма. О, еще. Ладно, кое-что отправим. Их еще больше. Я понял, я отсюда уйду. А вот вот. Опа. Одной рукой. А без рук? А, да? Прикольно. Невероятно, меня побили какие-то девчонки. Они меня тут напоминают. Какую... Ой, он такой милый. Катана, Китана из Mortal Kombat. Она фея, ой, фея, блядь. Веером дралась тоже такая. Поднимала воздух вот это вот, резала. Прикольно. Они тоже такие. Извините, я не хотел прерывать ваш танец. Я ищу где бы потренироваться. Что ж, ты пришел куда надо. Прости за вчерашнее. Я не знала, что ты друг Аватара. Ничего. Обычно в таких случаях я обижаюсь. Но вы всего лишь девчонки. И я сделаю исключение. Я надеюсь. Большой, сильный мужчина, как ты. У нас не единого шанса. Ну да. Но не огорчайтесь. Я все-таки лучший воин в деревне. Ого. Лучший воин? Во всей деревне? Может быть, ты будешь так добр, что преподашь нам урок? Ну, вернее... Ну, девочки, хотите, чтобы он научил нас нескольким приемом? Ну, если хотите, то я с удовольствием. Так, ты стой здесь. Предупреждаю, это не так-то просто. Но ты все же постарайся отразить удар. Хорошо. Конечно, я бил не в полную силу. Конечно. Вот тебе еще один удар. Ну, все. Хочешь нас еще поучить? Еще вот интересный вопрос у меня созрел. Кто на них будет отвечать? Не знаю, там так активно пишут, что кто-нибудь да ответит, мне кажется. В общем, там написали, что Сокке 15 лет. Вот, 15 лет. Интересно, вот воинам Кеоши сколько им лет? Потому что все-таки они же, ну, типа, воины, я так понимаю, стражи города. И, скорее всего, им уже, ну, там, наверное, по 20, может, 18-20. То есть они чуть-чуть чаще. Видишь, как его задевает, что они его побили? Он такой... Ну, я бы, например, если бы меня побили, я бы не пошла больше к ним. Ну, это, как сказать, это же такой, как это... Сексизм получается в какой-то степени. Потому что он такой, девушка способна только... Да, его слова, то, что девчонка побила. Да, да, и сесея, как бы, вокруг этого как будто и строится. Вначале нам что показали? Он такой, девушка умеет только шить этот, этот, а парень создан для того, чтобы биться. И тут как бы нам показывают, что, ну, девушки не только способны шить, а в каких-то моментах, аспектах они даже лучше мужчин могут быть. Поэтому, ну, к чему мы... Это было, ну, сколько, 15 лет назад «Аватар» выходил? Это сейчас мы к этому более-менее переходим потихоньку всему. Вот она, девочки. Это я в прошлой жизни. Ты был красивый. Извините, сейчас вернусь. А сейчас не очень, видимо, да? О, баклажан. А, это ты. Помоги мне отнести это в комнату. Мне тяжело. Вообще-то я сейчас не могу. Почему не можешь? Я обещал девочкам покатать их на Аапе. Хочешь с нами? Будет весело. Смотреть, как ты воображаешь перед девчонками, не весело. Носить твое ведро тоже не весело. Это не мое ведро. В нем наши запасы. Я говорила, мы скоро покинем Киоши. Я не хочу покидать Киоши. Не знаю, в чем тут дело, но что-то на этом острове мне нравится. До сих пор, пока красные не пришли. Я тоже хотел сказать, сейчас вот этот разносик рыбы там все рассказал, сейчас с племя огня все узнала, придет. Здесь, конечно, кипиш начнется, и пора бы валить. Да. Одну секунду, како. Так что, послушаю запасы собирать. Кажется, ты обещал, что не дашь себе голову вскружить. Я не даю. Знаешь, что я думаю? Ты просто-напросто завидуешь. Ну, он тоже сейчас не серьезно к войне относится. Он не видел ее... Да, там написали, что он ребенок. Прям ему типа 12 лет. Вот он такой, и все. 12 лет? Ну, там вроде написали 12 лет, и он взрослый. А не 12 лет, он маленький. Так нет, суть не вы... Я не считаю, что он взрослый. Я тоже... Это просто ребенок. Да, нет, я к чему веду. Суть в том, что он еще не видел, как бы, всего... Все эпичности этой войны, и поэтому он, как бы, и относится халатно. Если бы он видел, он бы, наверное, более аккуратный и к всему этому относился. И на этом устроил в том числе. Ну, да. Потому что мы веселее, что он такой без заботы. Да, прикольно показывает. Истинный ребенок. Да. Делимся без тебя. Это смешно. Это немного смешно, но я понимаю. А Катаро его ревнует, интересно? Не знаю. Потому что видела, как она относится? Привет, Дзуки. Хочешь еще на один урок танцев? Нет, я... Я... Я объясню. Говори, что ты хочешь. Костюм у них прикольный. Научите меня. Я пошну за честь, если вы меня поучите. Хоть я и девчонка. Простите, если я вас обидел. Я был неправ. Обычно мы не учим чужаков. Мальчишек тем более. Прошу сделать исключение. Я вас не подведу. Хорошо. Но ты должен соблюдать наши традиции. Конечно. Причем все до одной. Блин, это так офигенно, что они показывают, что он не просто выпендривается и такой... А признает свои ошибки. Признает свои ошибки. И да, это... Они выглядят унизительно. Да, это реально сильная сцена. И вообще вот эта подвязка сюжета, его развязка, вот эта идея, это вообще круто преподнесено. А если я решил осознавать, что это было сделано там... Кучу лет назад. Кучу лет назад, почти 20 лет назад, ты вообще просто думаешь, нифига себе. Мы... Ну, мы-то в детстве, наверное, смотрели, мы не так на это обращали внимание. Сейчас, когда ты это смотришь более осознанно, это вообще выглядит очень круто. Я что, говорил ты мне, как тебе их костюмы? А что, это тоже прикольно. А, да, нравится мне. Мне его на макияжах нравится. Да, и макияж, это знаешь, это как эти, типа гейши. Гейши, да. Да, ну необычные, неприкольные. Мне нравятся. Угу. Я обязан носить это. Я чувствую себя девчонкой. Это одежда воина. Ты должен гордиться. Шелковая нить символизирует смелую кровь, что течет в наших жилах. Золотая нашивка, олицетворяя честь воинского сердца. Смелость и честь. Эй, сука, хорошее платье. Кому чё? Я, во-первых, у меня в голове сразу представляется, какая-нибудь армия из мужчин там шла бы вот в таких нарядах. Довольно-таки забавно. Блин, да я не думаю, что это прям по-женски выглядит. Ну, видно же платье. Ну, платье, ну, кимоно. Ещё и этот, как его грим, так сказать, тоже довольно-таки несерьёзный. Но немножко для тебя полезная информация, если ты случайно, случайно совсем не знал об этом. Первые гейши были мужчины, и до сих пор некоторые мужчины продолжают эту древнюю мужскую профессию, традицию. Это реально? Да. Нифига. Всё начиналось с мужчин, потом только девушки начали. А всё почему? Мы же гейши же, это, ну, женщина больше для развлечений, ну, как сказать, не женщина, а партнёр для развлечений в плане музыку сыграть, чай вкусный заварить, там, в настольные игры сыграть и всякое такое. Хороший собеседник, не более. Опа, вот молодец! Хотя бы кто-то здесь будет тренироваться, а? Помнишь, как вчера меня чуть не съел у Наги? Да. Так вот, я хочу на нём покататься. Это будет очень опасно. Я за тебя рада. Ты меня не отговариваешь? Нет. Веселись. Хорошо. Отлично. Я знаю. Я рада, что ты знаешь. Я рад, что ты рада. Хорошо. Отлично. Как он пытается на эмоциях играть, а? Жбавная сцена. Задень этим не овладеешь. Даже я не могу. У меня начинает получаться. Упади. Упади. Неплохо. Дело не в силе. Твоя задача обратить силу противника против него же самого. Расслабься. Думай о Вере, как о продолжении руки. Выбери момент, и тогда... Я упала нарочно, чтобы тебя порадовать. Я победил. Признай, что я победил. Ну вот, тебе повезло. Посмотрим, сможешь ли ты это повторить. Почему так долго? Ничего, он скоро появится. Как вам это? Он с тобой везде камни таскать. Где Унаги? Скорость темнеет. Куда вы пошли? Не уходите. Прости, Анг. Может быть, в другой раз. Катара, ты пришла? Я пришла убедиться, что ты цел. Я очень волновалась. А я думал, что тебе все равно. Прости меня. А ты меня... Я правда дал вскружить себе голову. Я вел себя глупо. Скорее выходи из воды, а то простудишься, дурачок. Выхожу! А нам лицо же этой рыбы не показали, да? Нет, не видят. Сейчас самое время бежать. Куда делся? Куда делся? Ушел. Ушел, украл. Ух ты. Так это уголь какой-то получается. Вау. А не рыба. В глаз надо сразу такой рыбе. Что-то наверняка. Держись, Анг! Громадина, конечно, жесть. Ладно, хоть воду упал. Угу. К обратным-то. Я опять возвращаюсь к моменту, что женщина зачастую спасает главного героя. Помнишь, в Редвале тоже, как ее, мать Иосифа, она тоже постоянно помогает ему. Кто? Это Василика? Василика помогает, поддерживает, спасает тоже его из всех. Там станция, там, одной левой. Одной левой, да. И здесь тоже, как бы, вот, казалось бы, вроде такой незначительный вроде момент, но, с другой стороны, из-за таких моментов и строится, вот, прикиньте, сколько раз Аватар мог бы там умереть, даже сейчас, если бы не его спутники, не вот его напарники, девчонки и всякое такое. То же самое Гермона Грейнджер. Опять, мне кажется, показали, ну, и в этой серии, что она, во-первых, тренировалась, а, во-вторых, ее силу, то есть решимость, храбрость, то есть прям... У нее больше получается. Да. Прям серия вот на этом завязана с женской какой-то силой. И действительно. Пока Анг валял в дурака. Зуку. Ай, у нее спасать. Ой, плывет, опять. Ну-ка, переверни их корабль. Воздука не хватает. Аватара взять живым. Какие-то совые страны. Пути-пути там лизит. Очнись, Анг. Да, как удобно. Не катайся на унаги, я прошу. О-мо-мо. Неплохо. Покорители огня на берегу. Девочки, скорее. Эй, а мне что? А, ладно. Да-да, так иди. У меня куда переодеваться? Выходи, аватар. На этот раз ты не уйдешь. Вот эти ковбойские вот эти мотивы начались. Сейчас пистолетом выйдет. Как, знаешь, в этих... Какой кадр я поймал. Как в этих, как раз-таки, ковбойских вестернах. Дед такой сидит на вот этой. У них же такая балалайка трехструнная. Или двухструнная. Нет, в Техасе вот именно, я не знаю, Акулеле она называется. Акулеле маленькая еда. Нет, она длинная у них, вот такая длинная, но там всего 2-3 струны, короче. Он такой, ты-ты-ты, сейчас показывают на них. Да. Сидит где-нибудь в кресле-качалке такой. Не, ребят, вам не справиться, конечно, с таким натиском, вы смотрите вообще. Красиво действует, а? Он как будто каждый раз, когда так делал, когда брэкдан танкует. Браво, Аватар. Только эти девчонки тебя не спасут. Эй, я здесь. Наконец-то. Как говорится, врага нужно допивать. Добивать, добивать всегда, а не улетать от этих шумов. Не, ну видишь, он такой, он же вредит, получается, деревне их. Да. И из-за него все это. Да. Ну как бы. Вот что я принес на эту землю. Ты не виноват. Виноват. Эти люди меня защищали, и город погиб. Летим отсюда. Зука покинет Киоши в погоне за нами. Я знаю, бежать нехорошо, но иначе нельзя. Я зову Аппо. Прощаться уже некогда. А как насчет, извини. За что? Я обращался с тобой как с девчонкой, а ты настоящий воин. Я действительно воин. Но я и девчонка. Первая любовная ветка пошла. Как тебе такое? Неожиданно. Не только мультик про способности и стихии, а еще смотри. Назад на корабль. Не терять их из виду. Как они мне писат, видите, вот макия огня их. Я тебя понимаю, но ты сделал правильно. Звук разрушил бы все, если бы мы остались. У них все будет хорошо, Анг. Что ты делаешь? Бульк. Зачем что-то невероятное будет. Нифига придумал. Пожарный шланг. Как говорится, услугу заказывали. Ну, это прикол. Спасибо, аватар. За то, что деревню не ускаживал. Не, ну. Это было глупо и опасно. Да, ты прав. За то, что потушил молотец, да. Может, и ты пока. Тинь-тинь-тинь. Конец. Конец. Блин, мне понравилось. Класса серия. Да, очень. Мне особенно понравился этот движ, и эта женская сила, и как ее здесь пропагандировали. Большим смыслом, да. Это прям классно было. Офигенно. Ну, и забавные сценки в виде фокусов и всякого. Такое тоже было. Еды всякое, вот то, что не кушали, да. Классно, мне понравилось. Спасибо за просмотр. Опять-таки, обязательно подпишись, ставь лайк, комментируй под видео. Также залетай в Телеграм. У нас там анонсы, общение и много интересного. И также залетай на Бусти. Увидимся в следующей серии. Всем пока. Пока-пока.